Привет! На связи Артём Укьянов, автор сайта videosmile.ru И сегодня мы с вами займёмся кейингом. Что же такое кейинг? Кейинг это удаление заднего фона. Также этот процесс называют green screening или blue screening. В зависимости от того, на фоне какого цвета вы снимали ваше исходное видео. Итак, начнём. У нас есть видео, снятое на зелёном фоне. Вот оно. И перед нами стоит задача удалить этот зелёный фон, то есть отделить нашего героя от фона, чтобы фон был прозрачным. И в этом нам поможет один очень интересный эффект под названием Key Light. Давайте перейдём к панели Effects and Presets и найдём его. Так, вот он, Key Light, находится в группе эффектов кейинг. Так, переносим его на наш видеоклип. И переходим к панели Effects and Controls, чтобы настроить его параметры. И первый параметр, который нас здесь интересует, это Screen Color, то есть цвет экрана. Кликаем по кнопке с изображением пипетки и выбираем цвет нашего заднего фона. Окей. Основной цвет удалён. Кстати, если после удаления фонового цвета ваш фон стал чёрным, то просто кликните один раз по кнопке Toggle Transparency Grid и ваш фон станет прозрачным, как и у меня. Далее давайте перейдём к параметру VIV, то есть просмотр. И изменим значение Final Result на Combined Matte, то есть комбинированная маска. Таким образом мы изменили режим отображения на комбинированную маску. Что такое маска? Как мы знаем, маска это такая штука, которая сообщает программе, какие области нужно показывать в финальной картинке, а какие нет. Белый цвет отвечает за те области, которые будут проявляться, то есть будут нам видны, черные за те, которые будут прозрачны. Окей. Что же мы видим в нашем случае? В нашем случае мы видим какие-то непонятные размытые серые области. Это то есть те области, которые должны быть по идее в нашем случае не видны, но они в какой-то мере будут проявляться на финальной картинке. Давайте же избавимся от них. Также такие области присутствуют и на самом герое. И в этом нам помогут параметры Screen Jane и Screen Balance. Давайте изменим параметры Screen Jane примерно до 135 единиц. Так, окей. Как мы видим, вот эти серые области на черном фоне исчезли. Теперь давайте поработаем с фигурой нашего героя. Уменьшим значение Screen Balance до нуля прям. Окей. Хороший результат, но у нас остались области серого цвета еще на самом герое. Давайте окончательно закончим с ними. То есть удалим их. Для этого перейдем к группе параметров Screen Matte и поиграемся с настройками параметров Clip Black и Clip White. Давайте попробуем уменьшить значение параметра Clip White до 50 где-то единиц. Так, отлично. Теперь наш герой полностью белый, то есть он будет полностью отображаться в кадре, а фон полностью черный. Давайте обратно изменим значение параметра View на Final Result, чтобы увидеть окончательный результат. Окей, все супер. Нам осталось лишь перейти к параметру Replace Method и изменить его значение на Hard Color. Итак, скроем параметры эффекта Key Light. Так, окей, кейинг у нас получился отличный, но теперь для большей реалистичности нам нужно немного смягчить границу изображения, потому что сейчас она у нас слишком жесткая и резкая. И в этом нам поможет эффект под названием Simple Choker. Давайте найдем его в панели Effects and Presets. Так, вот он находится в группе Effect of Matte. Переносим его на наш видеоклип. И давайте настроим его параметры. Здесь нас интересует только один параметр, это Choke Mate. Выставим его примерно на где-то на значение 0,7 единиц. Думаю, этого будет достаточно. Так, теперь посмотрим на границы нашего изображения. Все окей, они стали более мягкими и размытыми. Так, вот у нас было без эффекта, вот с эффектом. Окей, скроем параметры данного эффекта. И далее давайте добавим фон для нашего видеоклипа. Я подготовил специальное изображение с полем для гольфа. Вот так вот. Немного передвинем даже. Давайте изменим режим отображения на Fit, чтобы кадр полностью умещался в панели Composition. И при помощи инструмента Selection давайте передвинем таггера Утса нашего героя чуть-чуть вправо. Так, окей. Если же мы сейчас просмотрим наш видеоклип, то заметим, что цветовая схема, яркость, насыщенность фонового изображения отличаются от яркости и насыщенности нашего видеоклипа. Давайте поработаем над этим и проведем небольшую цветокоррекцию. И в этом нам поможет эффект Levels. Так, вот он находится в группе эффектов Color Correction. Перенесем его на наш видеоклип. Окей. И цветокоррекцию мы будем проводить поканально. Что это значит? Ну, во-первых, давайте перейдем к панели Composition. И кликнем по кнопке Show Channel. В всплывающем меню выберите пункт Red, чтобы отображался только красный канал. Об этом свидетельствуют вот эти горизонтальные красные полоски. Далее давайте вернемся к настройкам нашего эффекта. Эффекта Levels. И напротив параметра Channel выберем также красный канал Red. Сейчас наша задача заключается в следующем. Нам необходимо при помощи вот этих вот ползунков примерно совместить яркость, приравнять даже так, яркость фонового изображения и изображение с нашим героем. Так, давайте начнем. Попробуем немного увеличить значение Red Gamma до примерно до сюда. Окей. Вы видите, что изображение с нашим героем стало менее ярким. Давайте теперь изменим значение параметра Red Input White примерно до 230. Даже 220 единиц. Окей. Так, все супер. Теперь фоновое изображение почти сливается с изображением нашего видеоклипа. Идем далее. Теперь выбираем зеленый канал. И напротив параметра Channel эффекта Levels также выбираем зеленый канал. Опять же мы видим, что у нас фоновое изображение сильно отличается от переднего плана. Так, передвинем вот этот ползунок чуть-чуть левее. Так, еще немного. Вот так вот. Окей. Теперь фоновое изображение почти не контрастирует с передним планом. Перейдем к следующему, последнему каналу. Это синий канал. Так, в синем канале у нас тоже есть небольшая контрастность, но не такая сильная, как в двух предыдущих случаях. Так, уменьшим ее. Так, я думаю, будет самое то. И параметры Blue Gamma. Где-то вот у нас только. Окей, теперь все супер. Я думаю, вы поняли смысл нашей цветокоррекции. Если простыми словами, то нам нужно в каждом канале добиться минимальной контрастности между фоновым изображением и изображением переднего плана. При помощи вот этих вот ползунков. Я не обещаю, что мои настройки идеально подойдут к вашим проектам. Просто попробуйте поиграться с этими ползунками, поперетаскивать их в разные стороны и найти свои идеальные настройки. Так, все. С этим мы закончили. Сворачиваем параметры эффекта Levels. Переходим к панели Composition, кликаем по кнопке Show Channel и выставляем значение RGB, чтобы у нас отобразился финальный результат. Как мы видим, теперь наше изображение переднего плана намного лучше сливается с фоном. Давайте посмотрим, что у нас было до применения эффекта Levels. Вот видите, какая разница. И после применения эффекта Levels. Так, все супер. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, нет никаких косяков. Картинка выглядит очень хорошо, качественно, реалистично. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...